Добро пожаловать в парическую студию Евроспорта. Влада Сташфанчик-Витадзе здесь и с нами Светлана Кузнецова. Первый вопрос про матч с Каролиной Возняцкой. В трех сетах проиграли. Что не получилось? Насколько разочарованы? Конечно, очень расстроена. Не получалось много чего. Были моменты очень хорошие, были моменты какие-то плохие. Каролина играла очень прилично. Мне кажется, она очень рисковала во всех моментах. Понимала, что надо играть агрессивно, иначе я буду постоянно диктовать игру. Я понимаю, еще пара. Но вот Ролангарус когда закончится? Где вы проведете подготовку к травяной части сезона? И что в травяной части сезона запланировано? Я заявлена на изборный Умблдон. Умблдон, конечно, тоже, в принципе, можно сыграть. И до Умблдона. Скорее всего, мне бы хотелось поработать над физподготовкой. Но, наверное, буду в Москве. Хорошо, я хочу спросить про Дольче. Как он? Где он? Давно не видели. И с кем он? И будет ли он на ближайших турнирах? Это собака Света Кузнецова. Я вот очень много об этом думаю. Я бы хотела его взять с собой в Америку, потому что мне очень сложно, когда я его долго не вижу. А в Москве у друзей, где он обычно, в его второй семье, он отлично. Я думаю, что гораздо лучше, чем я сегодня. Ну вот, и надеюсь, что скоро его увижу. На Ролангарус с собаками, кстати, не пускали в этом сезоне. Что ты думаешь по этому поводу? Да, я знаю. Ну, во-первых, наверное, Сирена не играла в этом году, поэтому что им другие с собаками. А когда Сирена играет, мне кажется, всегда пускает. И она плюс прикрывает так собаку курткой. И плюс игроков тут не досматривает. Я думаю, она бы спокойно с собакой проходила. Это раз. А во-вторых, моего пса сюда, в Париж вообще не пускают, потому что эта порода запрещена во Франции, только если ты тут не родился. Слава Богу, Светлана Кузнецова разрешена во Франции, да? Светлана Кузнецова была в нашей парической студии. Спасибо большое. Еще один раз увидимся. Счастливо. Удачи.